Да, друзья, это 60 килограммов представители Замбии Бен Банда и Шунко Рабдурасулов. Шунко Рабдурасулов, серебряный призер Азиатских игр, кстати. Без собой категория даже 40 килограммов он также выступал. И, кстати, проиграл он в финале Эрденебато Цэмбоа Таргу. Ну, тоже все знаем этого парня. Ну, давайте посмотрим. Лезет, очень летит вперед на соперника представитель Замбии Бен Банда. Но желания видно очень много у замбийца, который немного идет в разрез с техническим оснащением. Опасно головой вперед лезет на соперника Бен. Бокс! Хорошо левую руку подключает сейчас Шунко Рабдурасулов. Здорово, да, правую сторону смещается, закручивает Шунко Рабдурасулов. Старается работать в высоком темпе Бен. Но вот опять же, очень разбросанные руки. Очень размашист. Ну и залетает, мы видим, Латако. Я думаю, что Шунко Рабдурасулов в скором времени к этому подстроится и будет максимально жестко проваливать и встречать. Но пока вот эта нестандартная манера ведения боя, будем так говорить, доставляет некоторые хлопоты Шунко Рабдурасуру. Некоторые. Да, и мы видим даже, что как будто с закрытыми глазами иногда он начинает махать стол на соперника в обмене Бен. Бен Банда. Бен Банда. Папа! С левой руки Шунко Рабдурасуру. Здесь обменялись. Очень бросается в атаку. Открыто идет, да, то есть бросает удары даже не от бороды, откуда-то от груди Бен Банда. Попалось право, но тут же отхватил Бен. Маслав, стоп! Маслав, стоп! Десять секунд до конца первого раунда. Неплохая серия в исполнении Шунко Рабдураса. Пока все. Очень опасно, конечно, лезет виловой вперед Бен Банда. Могут быть рассечения. Могут быть рассечения. Продолжение следует... Абдурасулов в первом поединке выиграл у спортсмена из Кении Классентона Кландере. Также, кстати, Шунгур Абдурасулов является серебряным призером военных игр в Ухане. Стоп! Стоп! Ну и плюс ко всему на Молодежном чемпионате мира в 16-м году Шунгур выиграл бронзовую награду в категории до 56 килограмм. Хорошо! Отличная комбинация в исполнении Шунгура. Стоп! Стоп! Что касается зомбийца, характер у парня точно есть. Вот мы видим, да, что недостаток умений, какие-то пробелы в технике он компенсирует огромным желанием боксировать, попасть по сопернику. Понятно, что Шунгур – боец более обученный, более техничный. В олимпийском боксе это гораздо важнее, нежели в боксе профессиональном. Школа, да? Здесь атакует Шунгур сейчас неплохо двумя ударами. Шунгур – молодой парень, 98-го года рождения. То есть все у него, конечно, еще впереди. Практически вчерашний юниор, но уже с хорошими достижениями. Вот тут, смотрите, попал. Третьим ударом-то зацепил соперника Бен Банда. Стоп! Стоп! Ну, он здесь делает замечание Шунгур за то, что он вроде бы как борется, да, что он выполняет захваты и пытается скручивать соперника. Но очевидно, что и Бен Банда не без греха в этом отношении. Бал снимают Шунгур. Ну, вот так рефери перешел от слов к делу. Но я не думаю, что каким-то образом это повлияет сильно на итоговый результат. Я надеюсь, по крайней мере, потому что, на мой взгляд, все очевидно, кто здесь лучший боксер, а кто нет. Да, и почему-то все время все претензии идут к Шунгур. Хотя, еще раз подчеркиваю, что примерно похожие вещи Бен Банда вытворяет регулярно, но почему-то очень толерантен к нему рефери. Пока все. Субтитры делал DimaTorzok Итак, завершен переныв. Продолжаем. Это раунд под номером три. Хорошая атака в исполнении Шунгура. Но там, кстати, и Бен Банда, смотрите, обменивается. Опять же, да, пусть это ирландский паб, пусть это такая прям откровенная размахайка, но... Ой-ой-ой, вот, пожалуйста. Свершилось то, чего мы так боялись. Что Шунгур Абдурасулов, скорее всего, здесь содержит победу. Вот то самое столкновение головами, которое все-таки состоялось и привело к рассечению. Скорее всего, Шунгур бой заберет. Да ладно, остановка? Любопытно. И какое же будет решение? Очень интересно, каким будет решение. Ну, причем рассечение-то абсолютно не критичное. Я думаю, что здесь можно продолжать биться. Не знаю, я бы здесь считал очки, например. То есть, ну, столкновения головами непреднамеренные и... Тем более, что было обоюдное движение головами вперед. Да, не было удара головой, да, просто шли. Поскольку еще в разных стойках работают, ну, тут все понятно. Тут еще просто такой момент, что даже если вдруг сейчас Шунгур отдадут, то как он будет дальше боксировать с такой сечкой, если из-за нее его сняли? То есть, там надо будет как-то скрупулезно латать в кратчайшие сроки. И не факт, что допустят, если сейчас снимают уже, да? Да, вот это, конечно, обидно. Напомним, что накануне Иван Сагайдак проиграл представителю Алжира, но потом этот бой был пересмотрен. И Иван Сагайдак в итоге был признан победителем. Потому что я, честно говоря, был шокирован. Бен Банда признается победителем в этом бою. И вот можете себе представить, что в полуфинале Чемпионата мира пусть среди военнослужащих боксирует Бен Банда? Ребят, ну вы серьезно? Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Иван Сагайдак